Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Байдена официально назначили бодрячком, сколько бы странно это ни звучало. Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности. Энергичный 80-летний. Великолепная формулировка звучит как издевательство над американским народом. Он бы еще назвал Байдена зажигалочкой и бойким пацаненком, что уж мелочится-то. Кстати, другая забавная формулировка – это про «в состоянии успешно исполнять обязанности президента США». Такое ощущение, что Байден и 50 лет назад не был бы в состоянии успешно это делать в первую очередь потому, что его не интересуют национальные интересы самих США. Мы-то вот удивляемся, как Шольц и Макрон и даже совсем уж мелкие Май Санду готовы предавать и уничтожать свои страны ради интересов Америки. Но надо признать, что и сам Байден готов точно так же успешно уничтожать саму Америку, ее экономику и перспективы ради интересов весьма мутных глобалистов. Доктор Кевин О'Коннор искал там у Байдена меланому и прочие раковые новообразования, но куда больше похоже на то, что сами Соединенные Штаты поразила огромная злокачественная опухоль под названием глобализм. И ее метастазы уже расползались повсюду. Кстати, Европа тем временем выдает один перл за другим. Причем каждый из них до такой степени прекрасен, что там вроде бы и критиковать не стоит, чтобы не портить такую красоту. Вот, например, заявление на Мюнхенской конференции по безопасности, ее ведущий Кристоф Хойзгин заявил о том, что Россия виновата в том, что Западу приходится тратить огромное количество денег на оружие, вместо того, чтобы вкладывать эти ресурсы в борьбу с глобальным потеплением. То есть, когда западные страны врали всему миру, что их якобы до такой степени беспокоит экология, что они готовы перевести планету на ветряки и солнечные батареи, которые, кстати, никто не знает, как утилизировать, и поэтому из вышедших из строя лопастей и панелей просто устраивают свалки, причем весьма токсичные, то весь мир почти сразу и сказал на это, что экология волнует Запад, как просто идеологический предлог для того, чтобы поставить на бабки Китай и другие промышленные страны и сохранить тем самым свое доминирование. И вот теперь, когда Запад окончательно решил, да к черту все эти предлоги, займемся нашим любимым делом, без которого мы ни одного года еще мирно не сидели, и поджег очередной регион, то заявил при этом, что он не сам, что его вынудили. Это напоминает, кстати, рассуждение наших либералов-западников. Дескать, ни Гитлер, ни Наполеон не хотели нападать на Россию, их якобы вынудила политика нашей страны. Вот уж действительно, это же вообще были такие миролюбивые ребята. Тот же Гитлер еще и на Британию с Америкой нападать не хотел, однако же вот взял и напал. На Францию, Чехословакию и другие страны. И все это потому, что не хотел. Как говорится, три дня и три ночи я скакала за вами только для того, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Здесь невозможно не процитировать Скотта Риттера, бывшего американского разведчика, который сейчас режет правду матку про эту угасающую империю направо и налево. Он сказал одну интересную мысль, которую мы уже пару раз формулировали, что друзьям Америки стоит опасаться куда больше, чем ее врагам. Хотя когда-то это уже сказал Киссинджер, если Соединенные Штаты Америки ваш друг, то вы в опасности. США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттера в интервью YouTube-каналу «Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо. Угроза номер один для Альянса – это сами же США. Мы бесцеремонно атаковали Германию. Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону. Когда Германия стала неудобной из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину», – возмутился Риттер. По его мнению, Штаты используют НАТО в качестве инструмента, но при этом сами же и готовы его сломать в любой момент, как только им это потребуется. «Все это доказывает, что у Альянса нет причины существовать», – резюмировал Риттер. А Китай тем временем не удержался и очень жестко потролила на Лену Бербак. Дело в том, что суровая жизнь постоянно напоминает ей о том, что она все-таки вроде еще и министр иностранных дел, и порой приходится на это отвлекаться от своих любимых занятий. И в данном случае пришлось аж уехать в Пекин, а там сказали очень неприятные вещи. Пекин заявил, что он абсолютно уверен, что при продолжении нынешнего кризиса могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на северных потоках, – заявил глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Аналиной Бербак. Между прочим, упреки в адрес Европы в том, что она занимает страусиную позицию в вопросе северных потоков, оказались, видимо, куда более тонкими, чем выглядела на первый взгляд. Дело в том, что со временем забывают самое смешное, что есть в таком поведении. Страус прячет лишь голову, но все остальное его огромное туловище продолжает торчать, и его может пинать любой, кто проходит мимо и имеет такое желание. Так вот Европу за ее трусость по поводу газопроводов нынче уже откровенно пинают все подряд. И тот факт, что сама Европа старательно спрятала голову в песок, никак не спасает ее от того обстоятельства, что в какой бы стране мира не очутились ее представители, им начинают прилетать болезненные напоминания о том, о чем они сами помнить не хотят. Но ничего, зато саму Европу при этом волнует совершенно другое. Они у нас решили Пушкина украсть. Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры. Героем первой лекции о культуре Франции стал Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича, как африкана-французского деятеля с русскими корнями. То есть ребята откровенно развернули историю вспять. Такое ощущение, что Пушкин сперва родился и вырос в России, потом он что-то забыл в Европе, какое-то время пожил там, а потом взял и вместе со своими российскими корнями, со своим европейским бэкграундом взял и уехал в Африку. Хотя, честно говоря, абсолютно все, что надо по этому вопросу расставляет на место уже сама фамилия – Пушкин, одна из старейших русских фамилий. Так-то его дед, которого привезли в Россию и подарили Петру Первому, никаким Пушкином не был, он был Ибрагим Ганнибал. Между прочим, если отмечать вклад России и вклад Европы во все это дело, то можно еще отметить, что так называемые цивилизованные европейцы юного Ганнибала Петру именно подарили, фактически как раба. А вот Петр это все пресек и дал ему не просто свободу, но и дворянство, и вообще сделал генерал-аншефом русской армии. Так что, ежели Европа желает посчитать, кто какой вклад внес во всю эту историю, то подсчеты тоже не в ее пользу будут. Впрочем, мы не сомневаемся, что ежели Европа чего и желает, так это украсть чужое по своей милой колониальной привычке. И еще, что касается европейского лицемерия, а также желания под предлогом благих намерений украсть чужое. Тут на днях отличился глава Международного Олимпийского Комитета Томас Бах. Он заявил, что российские чемпионы и призеры смогут получить второе гражданство в ускоренном порядке. Глава Международного Олимпийского Комитета рассказал о принятых поправках к смене спортивного гражданства. «Спорт должен объединять, а не разделять. Мы не планируем идти на поводу у политиков, которые хотят поссорить народы и государства, лишить людей праздника. Если российские спортсмены не могут поехать в составе своей сборной, то всегда могут перейти в другую национальную команду. Мы приняли закон, согласно которому российские и белорусские медалисты могут получить гражданство любой другой страны в кратчайшие сроки. Заявки уже поступили от США и Германии, где готовы помочь атлетам и предложить свою квоту на участие в играх в Париже. Ну что же, это красиво, конечно, под предлогом того, что мы желаем блага спортсменам, взять и предложить им решение тех проблем, которые сам же Бах и создал, но уже ценой окончательного предательства своей страны. Как же это по-европейски? Лицемерие просто зашкаливает. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.